МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Терновском районе работает комиссия по определению ущерба и установлению лиц, виновных в аварии на аммиакопроводе. Там, напомню, произошла утечка аммиака, в результате которой, по некоторым данным, в воздух попало больше полутонны ядовитого газа. Людей из зоны ЧП пришлось эвакуировать. Накануне наши корреспонденты работали на месте событий, и вот что они выяснили. Сейчас в воздухе нет запаха аммиака, а вчера ядовитое облако диаметром 50 метров поднялось здесь над кукурузным полем после аварии на трубопроводе. Отсюда до села Лепеги не более 5 километров. Резкий неприятный запах, напоминающий наш отель, местные жители почувствовали около 8 вечера. Начали звонить спасателям. По тревожному звонку сюда примчались и спасатели, оперативные аварийные службы, представители районной и местной администрации. Утечку быстро обнаружили на аммиакопроводе. Рядом с прорывом концентрация аммиака уже намного превышала допустимые отметки. Пришлось срочно объявлять эвакуацию. Срочно оперативные эвакуации нам сказали, что на родинской ДК там сбор. Ну вот в принципе все. И сел на машину, заехал за родными, за своими, за снохой, за сыном и отвез. Из ближайшего села выехало не менее 200 человек. Люди покинули опасное место очень быстро, без паники. Многие уехали своим ходом в ближайшие села, а лишки и народные. Остальных временно определили местные власти. На первом этапе мы рассместили всех эвакуированных в Народинском доме культуры. А спустя некоторое время всех рассместили по знакомым, по родственникам. У кого не оказалось родственников, таких набралось около 50. Мы рассместили в Терновской районной больнице. Тем временем специалисты устраняли последствия разгерметизации трубы. Зловещую тучу из аммиака бойцы МЧС гасили водяными струями. Работали в защитных масках. Практически сразу с момента поступления сообщения работы по перекачке газа были приостановлены. Давление в трубопроводе было понижено до необходимого. Поэтому проблем с ликвидацией аварии нет. Сильно помог густой ночной туман. Атмосферная влага не дала распространиться смертоносным парам на большое расстояние. А специалисты Роспотребнадзора мерили концентрацию аммиака в воздухе. Пока не поняли, что опасность миновала. Сейчас показатели в норме. Вообще же, по данным организации «Трансаммиак», в окружающую среду попало около 500 килограммов аммиака. Здесь это первый такой случай. Утечку компания устранила своими силами. Для устранения данной утечки было задействовано нештатно аварийное спасание филиала, аттестованное для работы именно с такими случаями. Хотя уже к 10 утра селянам было объявлено о прекращении эвакуации, весь день здесь сохранялся режим чрезвычайной ситуации. Сейчас люди вернулись в родные дома. Каких-либо обращений в медучреждения не зафиксировано. Юрий Зорин, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж. Сотни свечей зажгли воронежцы вечером 21 июня у знака воинской доблести на левом берегу. Накануне скорбят даты, которые отмечает вся наша страна, даты начала Великой Отечественной. Воронежские полицейские и все желающие присоединились к общероссийской акции. Завтра была война. Эти огоньки олицетворяют всенародную память и признательность всем, кто выстоял и победил в борьбе с фашистскими захватчиками. 74 года назад в предрассветной тишине раздались звуки долгой кровопролитной войны. Теперь с горящими свечами в руках у стелы Воронеж-город воинской славы собираются потомки тех, кто отдал свои жизни в боях за победу. Сегодня сотни полицейских, членов их семьи, представителей общественности, ветеранских организаций пришли к военно-историческому комплексу «Музей Диорама», чтобы почтить память всех тех, кто отдал свои жизни Великой Отечественной войне. Сотни огоньков полицейских присоединились к вечному огню как дань уважения за жизнь и мир и спокойствие на нашей земле. В ночь на 22 июня воронежцы зажигают памятные свечи уже второй год подряд. И похоже, эта общероссийская акция становится все более масштабной. Алена Сысоева, РЕН-ТВ, Воронеж. Почти двумстам военнослужащим вручили в эти выходные дипломы о военном образовании, полученном ими в Воронеже. Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина в этом году окончили офицеры, уже имеющие высшее военное образование, слушатели спецфакультета, новоиспеченные лейтенанты из-за рубежа, и впервые ВУЗ выпустил прапорщиков. Этот день наверняка войдет в историю ВУЗа. Здесь впервые выпускают отучившихся по средней программе прапорщиков и не выпускают ни одного российского лейтенанта. Это последствия процессов, которые происходили в системе военного образования, когда министром обороны был Анатолий Сердюков. Набора курсантов в 2010 году здесь не было вообще. А вот офицеров, получивших двухгодичное академическое образование, ВУЗ тоже выпускают впервые. Максим Крештоп окончил академию с золотой медалью. До этого был командиром звена бомбардировщиков Су-24М на Дальнем Востоке. Сейчас вот закончил обучение, распределился в 47-й смешанной авиационный полк, который оснащен более современными самолетами типа Су-34. Офицеры будут служить на всей территории Российской Федерации. Вы знаете, ее просторы огромны, и в каждой точке мы должны быть гарантированно дать отпор. Ну и, естественно, гарантированно там должны находиться наши части авиационные. А еще 62 офицера отправятся служить в армии других стран. Это граждане Алжира, Сирии, Монголии, Казахстана, Туркменистана, Армении и Белоруссии. На протяжении пяти лет будущие военные авиаторы и специалисты по радиоэлектронной борьбе учились в российском военном вузе на специальном факультете. Говорят, на родине будут скучать по своим российским друзьям. У нас друзья, да, вообще-то они русские, все там взаимоотношения. У нас вообще один коллектив вообще там, и с курсантами, и со всеми, с разных стран, и с преподавателями даже. Они вот нас терпели, скажем так, и нам много дали. В общем, отношение очень хорошее. Среди иностранных выпускников тоже есть отличники. К некоторым на выпуск даже приехали родители. Не могли пропустить знаменательное событие. Энхжаргал приехал из Монголии. У меня сегодня учатся, и заканчивают сегодня. И сегодня этот праздник, звонка, отвечают они. Поэтому я на это приехал. Очень приятно. На торжественном построении и вручении дипломов присутствовал и главнокомандующий военно-воздушных сил России Виктор Бондарев. Поздравив всех собравшихся, он отметил высокий уровень подготовки военных кадров. Этот выпуск тому подтверждение. 37 офицеров окончили учебу с отличием. 13 – золотой медалью. Юлия Родионова, Сергей Агапов, Сергей Светашев. РЕН-ТВ. Воронеж. Грязная история в Семилуках. Вот уже два месяца у половины города нет горячей воды. Местные жители горько шутят. У кого-то начался сезон отпусков, а у нас сезон тазиков, кастрюль и ведер. Ледяная вода. Вода ледяная совсем. Крути любой кран, вода тут только холодная. И это Нину Попову ничуть не удивляет. Позади у нее и у соседей уже два месяца водного закаливания. Сколько нужно согреть кастрюль, чтобы помыться взрослому человеку, женщина может сказать сходу. Две кастрюли больших по ведру. Две кастрюли. У входа в подъезд пожелтевшее объявление. В связи с проведением профилактических работ, подача горячей воды в этом доме прекращена. Такая профилактика охватила половину Семилук. Чтобы помыть, нужно согреть. Греем, моемся. Чтобы лечь спать, опять греем, моемся. И так вот уже в течение третьего месяца. Сколько раз день вам приходится воду греть? Сколько? Пять-шесть. И пять-шесть, и восемь может быть. Я поставил котел. А сколько котел? Жаня электричество, сколько? Котели в администрацию города, района, в развитие. Куда мы еще? В санэпидемстанцию. Все от основа. И главное, в управление коммунально-жилищного хозяйства и энергетики в Орунской области. Это мы направили письма. Котельная, которая дает Семилукам тепло и горячую воду, относится к компании «Лидер». Там подтвердили, профилактика давно закончилась. Теперь здесь и рады бы дать людям возможность наконец-то принять ванну. Да вот только сделать этого не позволяют долги перед «Газпромом». У нас задолженность перед регионом «Газпромом» – 32 миллиона рублей. Из этой задолженности, значит, ну сейчас она уменьшилась. Сейчас не 32, а 28 уже миллионов. Это долг населения в размере 13 миллионов. Ну, сейчас он уменьшился, по-моему, около 11. И размер, и долг управдома, который еще висит у нас с того года – это 14 миллионов. Долг числится и за городской администрацией. Там говорят, этим вопросом занимаются вплотную и ведут переговоры с поставщиком. За городским бюджетом долг 500 тысяч. Мы его сегодня проплатим. Районный бюджет тоже проплатит сегодня-завтра. Глава района была на приеме, встречалась, вернее, в межрегион, которые сказали, что мы должны проплатить 10 миллионов первый взнос и делаем план гарантии к повышению. Вот когда мы 10 миллионов проплатим, первый очередной платеж, и нам дадут вас. Оплата, говорит мэр, возможно, состоится уже в конце недели. Так что всеми лукцам остается ждать пятницы и не забывать платить по счетам. Ольга Золбова, Андрей Куцев, РЕН-ТВ, Воронеж. В Черноземье, Москва, Южно-Сахалинск, Харьков. В Воронеж на чемпионат по воркауту приехали спортсмены из разных уголков России и Украины. В развитие этого вида спорта в нашем городе огромный вклад внесла команда «Воркаут ВРН-Тим». Один из ее основателей – наш коллега, оператор телеканала РЕН-ТВ Алексей Савинков. Лешу по праву называют обладателем самого оригинального стиля воркаут. Это показательное выступление. В соревнованиях Алексей не участвует, он один из организаторов. Для тех, кто еще не в курсе, воркаут – это силовые упражнения на спортивных снарядах. Если дословно – уличная гимнастика. Сегодня выступаю в стиле предстайл, потому что это свободное направление. В нем можно использовать как импровизацию, импровизировать. Научиться выполнять такое на обычном турнике, признается Алексей, ему было сложнее, чем освоить видеокамеру. Вдохновение черпал из интернета. Уроки брал оттуда же. Силовь я потратил на это года два. Вот чтобы полностью туда собрать? Чтобы научиться дать импровизацию. За прошедшие пару лет в Воронеже и крепкая команда создалась, и сам воркаут значительно продвинулся. Дворовый спорт обрел такой размах, что в городе организовали уже третий фестиваль. В этот раз к снарядам призвали участников не только из России. Михаил Греков из Харькова на чемпионате Украины по воркауту занял первое место. То, что я чемпион, это ничего не значит. Просто ребята тоже уровень свой поднимают и тренируются. И поэтому конкуренция будет, конечно же, большая. На полу, на турниках, на брусьях несколько комбинаций. 40 человек соревновались между собой в двух номинациях. Фристайл и рекорд. Как можно больше потянуться на одной руке или удержаться на турнике в упражнении флаг. Порой кажется, что спортсмены выполняют задания вопреки законам физики. Участников оценивает строгая жюри. В том числе и один из основоположников воркаута в России и Украине Денис Минин. В Воронеже по-настоящему развивается это движение. Где есть идеология здорового образа жизни. То есть ребята не просто занимаются на турничках и брусьях, а развиваются всесторонние. Где есть правильное питание, самообразование, личностный рост и, конечно же, физическое воспитание. В таком, казалось бы, абсолютно мужском виде спорта находится место и для прекрасного пола. Сильных красавиц здесь пока единицы, но это, похоже, только начало. 36 ребят и 3 девчонки. Профессионалов среди девушек еще не так много, хотя уже среди прекрасной половины наблюдается тенденция к привлечению занятий воркаутом. Соревнования длились 5 часов. Итоги подвели в тот же день. Больше всего медалей по итогам чемпионата завоевал воронежец Максим Чурсанов. Он установил рекорды в подтягивании на одной руке и удержании переднего виса. И взял первое место в номинации «Фристайл». Ольга Зоубова, Сергей Светашев, РЕН-ТВ, Воронеж. А прямо сейчас прогноз погоды. Этот выпуск провела для вас я, Тамара Чернова. Хорошего вам настроения на весь день. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok